сегодня у нас воскресенье опять нам повезло хороший день может быть так и останется мы заночевали в этом кемпе но в домике холоднее было чем на улице и матрас жесткий мне не очень понравился а так кому природа важнее этого то конечно могу посоветовать место там птички поют речка водопадик небольшой приятно тут недалеко от карловых варах мы поднялись на гору я в моем навигаторе нашел что здесь есть домик гетте он жил в отделении подальше от города самого и вот сейчас идем к его домику туда заезжать нельзя только протис посмотрим чем мы можем сейчас там увидеть высоте шестьсот сорок один метр и вот каком году это примерно здесь было и мы видим его домик он наверно уже по-современному задел домик и башенька тут не верится что это здание гетте тоже начисли слишком современно выглядит по-новому может быть чисто реставрировали вижу здесь такая в башню это круглый первый этаж вон там видно комнатка это где домик здесь такая терраса идет почти вокруг башни такая терраса здесь подъемчик такой вот мы спускаемся с горы где сейчас находился гетте и нам туда вниз в долину мы видим первый большой отель какой-то и там за бугром находится карл вывар и позже мы хотим подняться на ту башню смотровую наш кем находился в той стороне в ущелье который мы сейчас с горы видели как отель это он называется империал отель вот мы сейчас к нему подъехали сейчас посмотрим если комнат комнатки по нашей цене по карманочку заселиться мы хотим еще ночь здесь провести и уже завтра будем уезжать сегодня в день будем гулять здесь и мы спускаемся к авар и вот стоит мария магдалена церковь самая старая видать здесь а позади вон видно домики мы сестру сторону идем красивенькие домики спереди солнце мешает мы видим одно здание колонную кайта здесь а там уже источники вон белое здание посередине и отели здесь здание вон там где столбы стоят горячие источники здесь на выходе у нас фонтан фонтан с горячим источником подходить близко нежелательно если на еще горячее может ошпарить рыба в речке находится вот перед нами прямо находится гранд-отель самый первый самый старый отель в этой местности петр первый приезжал сюда зашли мы в отеле санкт-петербург русский спросили цену одну комнату 70 евро примерно на ночь стоит здесь очень много красивых зданий это или отель ну да на отель стоят машины вокруг третьего здания ванна стоит комната зашел я в отель пуп спросил ценку самая дешевая 150 завтрак сауна все уверенность там есть вот он сам парковка у них платная 15 евро спея тут находится вот спереди вот этот маленькая улечка которая ведет на лифт который поднимает гору вот расценки в кронах здесь можно подниматься я взял билет за 90 поднимаешься наверх и вниз можно на обратном пути можно останавливаться слезать на других остановках смотреть я пойдем на башню находимся на башне это ущелье откуда мы приехали наверху мы были вон там башня видно в долине где мы у геты были вон там отель империал где интересуемся одни отели внизу еще находится вон пара домиков петра и павла церковь внизу на сходить туда уголочек такой вот чисто этот райончик только туристические дальше уже не интересно здесь сверху находится ресторан бабочки что-то и зоопарк небольшой в этом направлении ресторана вход стоит 90 крон это примерно 4 евро так примерно какая-то птичка гнездо строить там самка и самец здесь очень жарко влажно вот разного бабушки здесь и я не знаю там 10 видов вроде их черная есть красная желтенькая камера не очень цвет передает верху здесь не сидят вон разный небольшой пруд с рыбками разный кое дорогие рыбки большие вон это черепаха сидит есть такая небольшая комната где бабочки летают где очень важно и это работает круглый год вот эти вот виды вот здесь написана информация вот ихня кормежка столовая как они кушают какой у нее хобот большой она этим хоботом кушает сок из фрукта высасывает кормила такая размер моей руки вот висят куколки как из них вылупляются бабочки вон пустые уже висят сзади а спереди прям такие зеленые жизненные сиклы бабочки тут под ногами у нас такая ласит смотрит скажет не наступи не раздави меня да яичко бабочки вот такой здесь какая влага здесь гусеницы какие куколка Бабочка. Сзади ресторан находится, здесь такой зоопарк маленький, пони стоят, кузочка, там поросёнок спрятался. У ресторана на этой горе заказали кое-что покушать. Павлина орёт здесь, мой тёзка. Сейчас покажу вам, что здесь можно увидеть. Поднимаюсь сюда на гору, вот сюда вот, здесь можно подняться на этой штуке и можно прогуляться, посмотреть памятник, там козёл на камне и прогуляться. Или покупаешь билет за 90, можно спуск вверх-вниз. Это Святого Павла, Петра и Павла церковь там находится. Зоопарк присутствует здесь. Вот это вот, на русском написано. Также вот ресторан, интернет есть здесь. Вот блюда чешские, можно попробовать здесь. И вот сам подъём, высота, скорость. И вот, что мы видим. Сейчас сидим, ждём. Заказал я здешнюю водичку простую. И вот такой вот говядина, прожаренная на картошке. Немножко остренькая, как я попросил. И картошечка в соусе таком. Сейчас попробуем. Стейк был очень вкусный, мне понравился. Для гурмана можно кушать и наслаждаться. Накидали много гороха, который немножко острый, я его не стал кушать. Мы пришли в парк. Вот это вот здание, где можно брать массажи, всякие спа. Называется спа 5 или лазни 5 по-ихнему. Сейчас зайдём, посмотрим. Мы уже прайс-лист посмотрели, сколько что стоит. В отеле мы книжечку нашли. Заселились в отеле. Закупились мы в магазине Белла. И теперь гуляем немножко тут вот по парку, так сказать. Смотрим, что, где, что есть. Залил я себе минеральной водички номер 15. Ну, вкус так слегка минеральный. Это как вода с содой примерно пьёшь. Дошли мы в такое вот здание. Здесь везде стоят эти родники, которые можно пить с горячей ключевой водой. Разных температур, с разными минералами. Музыка играет. Я думаю, здесь вечером красиво. Так же. Музыка, я думаю, лайф, живая. Вверху красивые домики тоже. Музыка, я думаю, что это все окраска, какие-то все минералы, которые здесь отложиваются. Очень полезные. Но если не уходишь и пробуешь на вкус, то не очень. Главное, надо понимать, что это полезно для здоровья. Ну, минералы, короче. Ну, то же самое вы можете соду с водой смешать и пить. Почти так же. Короче, мы сегодня здесь утром уже гуляли. Сейчас будем разворачиваться дальше. Собаки загнали. Дичь. Опять у нас водичка здесь. Водичка номер два. Короче, гуляем непонятно где. Здесь я в Грессии. Всех источников. Фонтанчиков. Субтитры сделал DimaTorzok Вот парковка свободная И вот отель Пятиэтажный Называется Мартель Спа-отель Заходим сюда Меня не видно вообще Показываем вам Наш номер Входная Здесь гардероб небольшой Здесь туалет Вот такая вот душ Без нижней рамы Туалет Комната у нас здесь Одна отдельная кровать Туалетик, холодильник Два кресла у нас здесь Двойная кровать И у нас Окошко На улицу Парковочка Иван Карлов и Вары Попробуем какая кровать Мягкая здесь Обзор на закупки Которые мы сейчас сделали В магазине Билла Вот ценки, расценки Не буду объяснять Все Вот такую водичку взяли Местную Кексики с шоколадом Рисовые вафли С йогуртом Кукурузные Сухие такие вот хлопья С темным шоколадом Здесь какой-то Классический десерт Посмотрим Попробуем с чаем сейчас Шоколадочка вот такая вот Тоже здесь Карамель Арахис И ягода Изюм И следующее Не знаю, что такое мило Ну, вроде как С этими сухарями И вот следующее Чисто Взял на тест-драйв Здесь она везде Продается такими кругами Я забыл, как называется Вот И две печеные штучки Каллов и Вары И Синим Отмечены Все эти Родники Где можно пить Где их найти можно И вот на карте Тут находится Все, что можно увидеть Отели Сайдсинг Ну Все, что тут Интересует Переходим теперь вот На СПА Которую На завтра Записал Записался я На утро Девять часов Пойду Вот так вот Выглядит здание У парка Сейчас покажу на карте Где выглядит Вот это вот Называется Элизабет Бафф Вот он парк Вот тут Расценка Сразу По-русски У них вот Бассейн Здесь Видно Вот расценки Все Вот вниз Мы смотрим Цены Потом Здесь Топ Велнес Косметика Релаксационные Программы Программа Свежая 19-го года Ванны Ванны В минеральной Воде Массаж Я взял Массаж Вот этот Ароматерапевтический 45 минут 45-50 минут 790 Все В В кронах Здесь Еще Другие Есть Расценки Чистая информация Кто Если Хочет Приехать Может Уже Заранее Знать Что Где Когда Попил я Чай В номере Сейчас Иду в гору Вверх Там Смотровая Площадка Так Не хочу Идти Найдолго Я возьму Короткий Путь Но Может Тяжелый У нас Сейчас 8 часов Вечера Сзади Меня Город Шумит Буквально Пару Минут Я На Макушке Вот Беседка Скамейки Сейчас Ждем Закат Я Решил Не стоять Зря Время Тратить Думаю Сейчас Пройдусь Вперед Куда Дорожка И куда Эти Провода Ведут Вверху Значит Что-то Еще Есть Вот Такое Оборудование И Еще Одна Избушка Беседка Дорожка Дорожка Продолжение следует... 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 Продолжение следует...